Правительственная армия в Сирии начала крупномасштабное наступление на позиции повстанцев. В районах, которые занимает оппозиция, идут тяжелые бои, много убитых и раненых. Беженцы массово покидают эти места, большая часть из них направилась к границе с Израилем. Сергей Услендер знает подробности. Провинции Идлиб и Дыра, фактически последние районы страны, которые контролируют оппозиции, а сирийская армия наступает на них по двум направлениям. Бои разгорелись ожесточенно, обе стороны активно используют тяжелое оружие. Гуманитарная ситуация очень скверная. После первых же выстрелов толпы беженцев начали массово покидать свои населенные пункты. Часть из них устремилась к Иорданской границе, там уже скопилось около 50 тысяч человек. Другая часть двинулась в сторону границы Израильской. В ООН говорят, что это только начало. Скорее всего, беженцев будет гораздо больше. Как ни странно, но применение тактики осад воспринимается воюющими сторонами как путь к успеху. Эту тактику используют проправительственные силы, вооруженные группы и террористы. И они, вероятно, будут применять ее и в других местах Сирии. Насилие не уменьшилось. Провинции Идлиб и Дыра станут следующими. По опыту Сирийской войны, правительственная армия, скорее всего, захватит часть провинции. После чего приступит к осаде крупных городов, используя обычную тактику. Постоянные артобстрелы и бомбежки с воздуха жилых кварталов со всеми вытекающими последствиями, колоссальными разрушениями и жертвами. В Израиле этот новый виток эскалации вызвал очень сильную тревогу. Больницы Израиля на севере уже буквально забиты сирийскими ранеными. А армия занимается снабжением беженцев прямо через границу. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.